С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Сегодня 1 января, 9 утра по кроссоянскому времени. Вот. А у меня сюрприз. Великолепный, прекрасный. Вот. Каждое-таки сообщение для меня это подарок судьбы, это праздник. Вот. Редчайший случай, когда человек, которого зовут Шамиль, прислал фотографии по моей просьбе, буквально отчитался. Вот. Дело в том, что это Юг России. Казалось бы, там должно быть в каждом саду такое чудо. Но это не так. Я даже выразил сомнение. Сказал, поздравляю, выдающийся садовод. Только что я очень сомневаюсь, что у всех соседей есть такое чудо. Вот. Да, он подтвердил. А еще я вспомнил, что рядом Ростов. Вот. Это и сейчас я ниже до конца проверю. Я волнуюсь все-таки. Не каждый день приходят такие сообщения. Шикарные сообщения. Вот. А рядом Ростовская область. А помните, я письмо цитировал. Я весь район, не весь Ростовская область, я весь район свой объездил. Мне одного абрикоса не нашел. И такое может быть. А здесь не просто абрикосы. Здесь и не только абрикосы. Здесь выдающиеся сорта. Я сказал, Шамиль, о тебе должна вся Россия знать. Пусть у нас это самое узкий круг. Ну, зато у нас среди нас такие садоводы, что и среди них ты не потеряешься. Извини на ты. Мои 72 года. Вот. В этой толпе ты не потеряешься в нашей. Давайте любоваться. 118 грамм мы видели это чудо. Самое интересное, что из всех моих лично зафиксированных, также на фотографии, так сказать, документально, тоже 118 грамм. Но это еще не все. Листаем дальше. 134 грамма. Я уже шутя сказал. Ты что, Шамиль, хочешь меня до Эльфарта довести? Но я никогда никому не завидую. Потому что, допустим, в Юг России, вот он лидер. Не каждый день такие данные встречаются. Причем я верю этому человеку, если бы я разговаривал. Вот. Это наш человек. Честное, порядочное. Это не те, кто рисует эти... А потом торгуют саженцами. Используя нарисованные абрикосы. Вот. Видите? 134. А давайте дальше сравнивать. Интересно. Я хочу, чтобы все участвовали в этом соревновании. В честном соревновании. Помните, моя ученица из Калининградской области. Вот такой же фотографии присылает. Ну, искать мне трудно. Подбирать, сравнивать. Да зачем? А у меня было 133 грамм. Поздравляю, Шамиль, выходишь в лидеры. Вот. Смотрим дальше. Еще раз говорю. Это чудо. То, что в ниже я вам покажу. Смотрите. Читаем. Были и 150 грамм. Не было надобности фоткать, поэтому не сфоткал. А эти фотографии 21 года. Так, кстати, еще секунду. Мне надо посмотреть, идет ли запись. Всякое бывает. Ага, запись идет. Возвращаемся. Смотрим. Ну, наверное, это черные абрикосы. А, да, черный абрикос. В чем чернее моего? 72 грамм. Тоже больше моих. Поздравляю. Дальше смотрим. Да, Ставропольский край. Вот. А вот в последнее время Ставропольский край, значит, Кубань и Северный Кавказ, они как-то не блещут. Мне кажется, их поразила та же болезнь. Вот. Давай-ка, изуе, чем дерево, оно от этого станет лучше плодоносим. Скорее всего, причина в этом. Вот. На юге тоже, по-моему, не безболезненно калечить деревья. Жаль, я не могу сравнивать с на юге, потому что то, что я видел на Украине, я видел, ну, некогда людям. Там сейчас же у нас, знаете, одна из бед нашей России? Сельчане, самые обыкновенные сельчане, то, что мы раньше называли колхозники, они перестали садовцем заниматься, только дачники. Отсюда и сужаются возможности. А на Украину приезжают, скажем, в саду, знаете, растут яблони. Ну, если абрикосы, жардели, за такое урожающее. Приезжаешь в погребе у моих дедов, 100 банок стоит. Никто не ест. Ура, Валера, приехал. Теперь идем дальше. Читаем все подряд. Какую информацию мы видим, такую видим. По крайней мере, телефон мы уже знаем. В этом году привел этот сорт. Название по-английски NGA19. Плоды должны быть еще крупнее, чем мои. Это фото моего знакомого, который прислал черенки. Ну, как вам, а? Полюбовались? Посмотрели? Вот и оказывается, где настоящие чудеса. А когда я говорил, в России таких почти не осталось. И вот я, это я специально так говорил. Чтобы вы отозвались, сказать себе, да и вот чё? Что вы говорите, что у нас того нет, того нет? Ну, честно говоря, я имел в виду среднюю полосу. Вот, юг я плохо знаю. Ну, и так, наверное, еще крупнее. Жаль, что они на это. Абсолютный рекорд могли бы зафиксировать. Жалко, что не на весах. Так, читаем дальше. К сожалению, я не могу сказать больше об этом сорте. Я его купил на рынке. В то время я не интересовался названиями. Купил, как сортовый биркос, посадил. Саженец или что, или косточку. Первый год он дал плоды 60-70 грамм. Но второй год крупнее. И они стали узвешивать. В 21-м году просто стало интересно взвесить его плоды. Повторяю вопрос. Из косточки или саженца? Или, может быть, прививки делали? Они сейчас на экране. В этом году тоже взвесил. Были от 100 до 150 грамм разного калибра. Мякоть плотная, без волокон, сочная и сладкая. Он даже мне больше понравился по вкусу, чем хваленый шалах. Шалах тоже бомба по вкусу. Этот больше нравится. Шалах считается эталоном по вкусу. Это в основном Украина и Юг России. Так, смотрим дальше. Ну, кое-что пропускаем. Нечего на девочек заглядываться в купальниках. Так. Смотрим дальше. Вот это дерево в 18-м году. Сейчас оно огромное. Штамп я не делал. Это мне продали с высоким штампом. Вот видите. Вот что значит наш человек. Он тоже знает, что высокий штамп – это ничего хорошего. Это наш человек, Шами. У меня много разных фотографий, разных культур. Просто вы интересуетесь именно в косточковых и семечках культуры. Здрасте. Я всем интересуюсь. Просто косточковые у нас в средней полосе России, в Сибири, на Урале вырастить труднее, чем те же яблони. Даже груши у нас трудно вырастить. Только потому, что они выносят сырости. Об этом почему-то никто и почти никто не знает. Итак. Саженец был с высоким штампом. Слава Богу, живой. У нас бы он давно уже замерз в средней полосе. Потому, что когда делают такой штамп, обязательно отрезают ветки и делают страшные раны. Так. Посмотрели. Полюбовались. Идем дальше. Ну что. Тут надо так. Там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Там-дарам-дарам-дарам-дарам. Там-дарам-дарам. Господи. Волшебник Шамиль. Вот. Следующая фотография. Волшебник Шамиль. А вот это меня и особо поразило. Что значит, я не интересуюсь ничем. Когда мне прислались эти семена шелковица, я их вырастил. Посмотрите на ноготь, на мизинцы. У меня вырастут такие. А вот он юг России. И по 9, не бесяйте хитростей. Помните, приведите черную, значит, на эту самую, на белую и прочее. Наверное, семечка и выросла такая, а? Правда? Коробок, это же 5 сантиметров. Ой, это же длина коробка 5 сантиметров, до сих пор помню. Вот. Вот это да. Господи, как я их люблю. Украина. Как она оказалась? Кто ее когда посадил? Огромное большое дерево шелковицы. В саду моего деда. Каждое утро просыпаешься, ковер из ягод упавших. Подходишь к дереву, аж через час весь черный. Морда черная, руки черные. А я же новичанин. Я ее не ел, я жрал. Мы все жрали. Свиньи, утки, куры. Жрали, жрали. Одного дерева хватало. Вот он, благословенный юг. А потом бах с юга, злонок. Ой, я хочу шелковицу, как у вас. А сама я в три раза мельче. Вот. Кто его это? Шамиль. Если бы продавал бы саженцы. Ну, тут есть вот эта вот загвоздка. Прививать ее не на что. Прививаясь она трудно. А вот когда ее выращивает семечко. Вот купят, вот сказать, выращивай саженцы. Вот. Пошлешь этот саженец по севернее на тысячу километров. Замерзнет. Вот. А если и выживет, то не передаст эти качества. Я-то начинал с какой шелковицы? Нашел Краснодарский край, Шушенский район, поселок Сезаяц. Замерзшая в усмерть, веточку откопал с-под снега. Вот. Укоренил, с этого пошло новое направление. Пусть мелкая, но мордостойкая. А вот эту, как вот я на север длинусь? Ну, был бы я моложе на 20 лет. Я бы сказал, Шамиль, любые деньги, присылай мне семена. Вот. Выращиваю полсотни саженцев. Произведу отбор. Вот. А потом начну укоренять. Ну, нет у меня такой возможности. Нет у меня этих 20 лет. А у вас такое богатство. Кто будет эту работу проводить? Я надо на север, но с отбором. С массовым отбором. Вот видите, опять меня куда занесло. 1 мая назовем. О, 1 января сегодня. Фух. Так. А сейчас давайте послушаем, что он скажет. Приветствую, Валерий Константинович. Ну, я бы не сказал, что прям у каждого во дворе тут у нас такие плоды. Ну, именно априкос, ну, в общем, разных деревьев. Потому что, ну, я смотрю, что многие, кто вот даже занимаются этими деревьями, они очень сильно делают своим деревьям обрезку. И вот, когда сильную обрезку деревьям они делают, ну, я же вижу, что у них там на деревьях можно просчитать эти плоды. Слышали? Я обрезку своим деревьям вообще не делаю. Слышали? Ну, вот априкос, там, слива, разницы нет. Любые деревья я их не обрезаю. Редкость у меня, чтобы я обрезал деревья, это где-то вот по тропинке, которые я иду, ну, чтобы не пораниться. Там вот такие места бывают. Не приходится резать эти ветки. Ну, тут у нас юл, поэтому обрезка я особо дерева мы не калечим. Конечно, если не так, конечно, вот как сильную обрезку, когда делаю, я думаю, это очень плохо для дерева. Я делаю такие вот санитарные обрезки. Там где-то ветка высохла, я её обрежу. И у меня вот груши очень сильно болеют этим бактериальным ожогом. И от бактериального ожога я только одно лекарство нашёл. Поражённую ветку увидел, всё сразу срезать, убирать её. Если не срезал, может полностью дерево высохнуть. А там где срезал уже за этот год, за лето, моментально восстанавливается дерево. Вот так вот на груши, на айве у меня вот эта проблема, которая не знаю, как перебороть. И по поводу абрикоса... Кстати, каждый год у нас абрикосы... У всех разницы нету. Какой бы абрикос ни посадил, манилиоз на абрикосах есть. И у меня три года подряд я всё время пытался побороть этот манилиоз и обрызгал его бордовской жидкостью. Но, брызгая эту бордовскую смесь, я не увидел никакого результата. Вот это тоже ценнейшее наблюдение. Ребята, для меня информация от шамилии, она бесценна. Я устал бороться. Я всю жизнь говорю. 20 лет я отвержу. Вот. А больное дерево брызгай, не брызгай. Это мой любимый пример. В реанимацию придите к людям и обрызгайте их этим. Дезодорантом. Вы их можете сколько угодно. Они же от них запах, правильно? Они же больные люди. Плохой пример. Не плохой, а мрачный пример. Жуткий, но нужно. Что угодно делаем. Хоть дезодорантом умирающих людей. Хоть их этих самых. Растирай любыми спиртовыми настройками, чем угодно. Это не вылечит человека. Понимаете? Потерялась связь времен. Мы потеряли понятие, что такое больное дерево и что оно не поддаётся лечению вот такими вот наружными средствами. после этого я перестал брызгать её. Два года после того, как я не брызгал, очень сильно заболели деревья. Я ничего не стал делать. После того, как она уже показала все живые ветки, все высохшие манилиоза в ветки, я просто обрезал, убрал. И через год-два я смотрю, уже манилиоза стало меньше, меньше. И в этом году я смотрел, вот у многих был манилиоз. У меня тоже были, но такие вот частично ветки были манилиозом поражённые, и всё. Больше не было. И вот дальше тоже, я думаю, больше не буду брызгать этим бордовской смесью. Ну, где-то я читал там от одних садоводов, что чем бордовскую смесь брызгают от грибков, от именно манилиоза, здесь у нас в южных регионах, лучше даже действует обычная известка. Ну, опять-таки, это всё только слухи. На деле я не пробовал, и у других тоже я не видел, помогает ли это известка или нет. Поэтому я как-то эксперименты не стал проводить. Ну, в дальнейшем, думаю, не буду просто опрыскивать, и всё. Если где-то что-то поражённое было, я их срезаю, убираю эти ветки. Высохшие, почерневшие ветки убираю. И всё. Так же и с бактериальным ожогом я на грушах делаю. Ребята, ценнейшая информация. Это, почему я всегда так говорю? Да, я, Шамиля, я не добился от него более подробных, то, что называется, данные, анкеты. Вот. Но, наверное, и не надо. Я не знаю, какое у него образование. Образование тут ни при чём. Сейчас с нами делится информация человек, один из лучших садов в России по качеству плодов. Понимаете? Вот. Когда он сказал бактериальный ожог, это не просто болезнь, это не грибковая болезнь, это бактериальная болезнь. Она и правду не лечится. Понимаете? Она не лечится. Вот. Единственное, что, коль уже это случилось, правильно сделал, ветки отрезал, правильно сжёг, он сжигал саму инфекцию. Вот это всё у него верно, всё хорошо. Вот. Сейчас вот эту сейчас проблему изучили, так? Вот. И что? Ещё, он оказывается скромный человек, он пишет, «Я не люблю, когда меня начинают хвалить. Извини, брат, будем хвалить». Вот. У меня в моём саду назвали Мичуриным. Я им говорю, у меня там Мичурина как для Китая, я всего лишь любитель садоват. Знаете, как сказал кто-то из великих? Шекспир и Шекспир. Вот. И я, когда знакомился с местными авторитетами в те ещё годы, 40-30-40 лет назад, я сих пор и говорю, не умирая от скромности, мы достигли вершин, повторяю, классика, потому что стояли на плечах гигантов. Мы уже на плечах стояли. Так что нельзя сравнить с Мичуриным. Мичуриным гигант, но следующий шаг сделал уже Шамиль. Вот. Давайте продолжим. Так что извините, поневоле это самое, на вас хвалю. Когда у меня спрашивают, многие знакомые приходят, спрашивают, а почему у тебя деревья не высыхают, а у нас посадили они высыхают. И я тоже отвечаю, но я так думаю, что они многие, кто сажают эти фруктовые деревья, они эти деревья обкапывают, весь участок перепахивают там копают лопатой, то же самое, что вспахал, что вышел, скопал, одно и то же. Я говорю, не надо копать курсу и деревья вокруг, вы говорите, повреждайте корни грови, поэтому они у вас и не растут. Голуба, там пока молодое дерево, да, я тоже там вокруг пропалываю, там не даю сорнякам задушить ее, потому что у нас тут юг и очень большие бурьяны вырастают, что не получается, чтобы вокруг молодого дерева, чтобы оставить этот бурьян, поэтому приходится пропалывать и поливаю первые года, потому что очень-очень засушливо у нас тут, если не палить, то все высыхает, и моментально деревья высыхают. Все, первые два года, пока мало, молодое дерево поливаю, потом эту поливную ямку вокруг я убираю, получается такой маленький холмик, и все, это дерево уже поливается, даже если поливается у меня участок, то корневой шейки вода у меня не идет. Хотя вот эти первые деревья, которые я сажал по незнанию, они у меня все заглублены, корневые шейки, деревья растут, я думаю из-за того, что у нас климат жаркий, сухой, зимы у нас не особо такие, прям сказать, такие сильные, суровые, зимы у нас тут сильные не бывают, это очень редкость, чтобы там 25 минус там было, или там 30 минус что было, это не знаю, там 10 лет, это один раз если будет и все. А так стабильная зима у нас тут 10 градусов, 15 градусов больше не бывает. А так в прошлом году у нас вообще было там минус 7, больше, больше не было. Поэтому я думаю корневая шейка поэтому у них не страдает из-за того, что засушливый регион. Вот эти вот крупные абрикосы мои сейчас, которые вот, они у меня в заглубленной посадке. Ну нормально, вроде, вроде держится пока. Но их эти, я как бы уже перепривил на другие на другое место перенес эти деревья. Даже если эти высохнут там от вымокания корневой шейки, ну те уже, я думаю, не будут вымокать, потому что те уже на холму посаженные у меня. Вот. А так большинство я, конечно, занимаюсь виноградом. И сад тоже есть у меня, конечно. Ну в саду у меня очень много разных. И экзотика там всякая, короче, там много чего помасажал. Вот. И свой сад стараюсь я не перекапывать. Кстати, эту агротехнику по перекопке сад, ну вот эти вокруг саженцев, это все я от вас научился тоже. Изначально я этого всего не знал. Я тоже изначально копал свой участок там, а потом когда это все узнал, бросил эту всю выкапку этого участка стал сажать эти деревья на холмы, чтобы не вымокала корневая шейка. Вот. И как бы вот где-то задверненная часть, где-то где для себя где огород делаю, приходится чуть-чуть и пропалывать. Ну, сильно это на деревья, я вижу, не сказывается, то, что я там траву то, что убираю. И у меня сеянцы из персиков посаженные. Тоже вот очень мощно они у меня растут. Я их, вот эти вот штамбы я не делаю. Они у меня растут прям вот от самой корневой шейки, вот как шар очень большую территорию тоже занимает. В этом году первое плодоношение, надеюсь, будет уже цветочные почки заложилися и среди них один сеянец прошло в этом году мне дал уже сигнальный урожай. Плоды были где-то до сто восемь, сто пятьдесят грамм. Небольшие плоды были. Конечно, конечно. Сочные, но один из минус косточка не отделяется. Ну, посмотрю другие сеянцы как покажут. Если я буду лучше перебывать смотреть. Ой, вот, что ли? Шамиль, ну, что это такое, Шамиль? Сеяниц мелкий, сто пятьдесят грамм. Это вы сибиряку, говорите, которого первые перчики были пятнадцать грамм, потом двадцать, тридцать, пятьдесят, у моих учеников сто, вот. Только один раз было и топ теплицы на Сахалине двести сорок и то одно дерево. Ну, ну, че так издеваться с одными чевирянами, а? Мелочь. Думаю, шамиль, 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 ой, не могу. Так, все, ладно, проехали. Это я говорю, шутят с любовью. Слива гроза, вот, 91 грамм, да емно ем. Ну, хватит уже. А это еще не все. Вы как пошли показывать фотографию, так, по-моему, вы не остановитесь. Вот, пожалуйста. Прекрасная слива. Вот, все прекрасно. И дерево не искалечено, и холм я вижу. Вот. А то на юге свои правила, на севере свои. Мы не можем без обрезки, мы не можем без перекопки. Там столько на юге, оказывается, в этой самой почве вредителей живет. Это настолько вредоносное, что надо уничтожить все плодородие вместе с грибами, с сельвями, с муравьями. Тяжкий труд, но вот надо эти славретные насекомые уничтожить. Иду, Господи, где вы их прошли, эти славретные? Вот же, видите? Вот он, Юг, Шамиль. От вас польза больше, чем от этого. Извините, чуть не сказал от иного академика. Вот. Так. Вот это я уже пропускаю небольшой фильм. Читаем дальше. Мне не нужно, чтобы вас будет парт. Это я шутяк. Я вас очень уважаю, как человек и хорош садоводок. Хочу поделиться своей работой. Когда он мне начинал, мне сказали, что у нас соленая почва ничего не растет. Видели? А я решил показать обратно. Я просто верю и полагаюсь на Всевышнего. Я всего лишь причина моего сада, а результат это от Аллаха. Вот. Вот. Кстати, я понял, вы упомяну Аллаха. Вот. Вы истинно верующие. Я тоже истинно верующий христианин. Все люди, братья. Кстати, у нас с вами один Бог. Когда нас разделили по религиозным признакам, натравили друг на друга, было же такое. Было. Все было. Вот. Просто подлость была в том, что забыли, не просто забыли, а не знают, а самые страшные, когда не знают, что у нас Бог один. Вспомним древнюю историю. Бог у нас один. Называем по-разному. Ладно, разволновался. У меня и черешня хорошая, сливы гибридные, но сливы еще не поделим. Так. Отлично. Заплодоносят отчет. Извините, это, как сказать, не команда, но пожелание старшего товарища. колновидная слива. Слово колновидная вы взяли в кавычки и правильно. Почему? Все-таки чистая колонна подразумевает, что 15 лет одна единственная вертикальная ветка плодоносит, боковых нет. Это, здесь слово колновидная напрашивается, но все-таки с кавычками. Но посмотрите, красота какая. Вот. А на самом деле это просто форма кроны такая. Это историческая форма кроны. Вот. На самом деле он правильно Шамиль сделал, что взял слово колновидная в кавычки. Он уже в этом деле дока. Так. Машмола германская. Ёлки, моталки. Плоды до 40 грамм. Мне прислали черенки машмола из Дагестана, у которой плоды 70 грамм. Сейчас фотки скину. Вот, любуйте, 76 грамм машмола. Это вам не петух пропукорекал, как Высоцкий пел. Так. Это не мои фотографии, но мне размеры показали того, что они мне дали черенки. Так. Теперь. Следующее идет. Это мое дерево. А вот это, ух ты, ё-моё. Это вишня, черешня? Скорее, наверное, черешня. Ой, сколько там это, не вижу сейчас. Боже мой, вот, плохо видно это цифры. Интересно, сколько тут размеров плодов. Ну, пять штук на ладони, ну, ё-моё. Так, все-таки доведете до инфорта. Шамиль. Вот еще, пожалуйста, размером больше, чем 5-рублевая монета. Здорово. Так, смотрим дальше. Вот такую черешню в этом году с Крымом материал. что делать? Для вас Крым это рядом. Так, смотрим. Добрый день. Хочу снять, показать. Так, мы вот что сделаем, друзья. Мы сейчас остановимся по одной причине. Оказывается, две серии получаются. давайте-ка мы остановимся на этой серии. Я проверю фильм этот, а то бывает с голосом не все, ладно. Потом мой брат Юрий Железов, его смонтируется с музыкой, с титрами, и придумаю звучное название, мол, караул северяне, нас обходит юг. Мы на какой-то момент вырвались вперед, но, к сожалению, сама мой регион был как минимум не хуже Дагестана, не хуже Сибирский регион, не хуже того же Ставрополя. Но случилось страшное. Агротехника, которую внушили людям, которые садили деревья, привали, но не знали, что дерево это самое неправильное, не знали. И когда их научили делать правильно деревья, был уничтожен гигантский регион с яблонями, с грушами, с такими абрикосами, с шелковицами. Вот видите, как получилось, что мы сейчас завидуем лежанам. Вот. Всё это позади, и теперь нам надо снова начинать нагонять. То, что я видел, я бы отдал вот 40 лет назад, я бы за 10-20 черенков от Шамиля отдал бы миллион рублей и не чихнул бы. Ах, нету миллиона? Ничего, банки бы занял. Это было бы. Уже сегодня я даже не могу у него просить черенки, потому что я их не успеваю я, и места нет. И это, ведь я могу уже эти же самые 150-граммовые абрикосы у себя вырастить, привая их на манджосах. Пусть из первого поколения, с второго, с третьего смогу. Ну, годы позади. Или бы сейчас мощную поддержку от государства бы, и мне шамиль, твой сад сразу надо брать под эту самую, под государственную охрану. Вот ты там внутри работаешь, осторожно должны ходить с овчарками. Вот так должно быть. Это не шутки, это все я серьезно говорю. Ну что, заканчиваем первую серию. водой водой не у руки не у ни ни Продолжение следует...